Привет! Как дела? Сегодня в продолжении моего рассказа о первой поездке в Европу в августе 2003 года я расскажу про Польшу. Итак, напомню, что свои воспоминания я зачитываю из вот этого журнала, которые я оформляла в те годы о своих поездках как по России, так и в Европу. К сожалению, я сделала несколько фотографий, проезжая по Польше. На тот момент у меня, напомню, был фотоаппарат мыльница, поэтому плёночный фотоаппарат, 36 кадров. Я брала с собой, по-моему, 2 или 3 плёнки, и все их израсходовала, естественно, на те страны, где мы больше всего гуляли. Это Франция, Голландия и Германия. Ну, а сегодня про Польшу. Итак, гостеприимная Польша. Начальное впечатление об этой стране у меня начало складываться уже на Брестской границе. Мы приехали туда в полночь и долго стояли в очереди. Перед нами было ещё целых 6 автобусов с такими же туристами, как и мы. Я на ночь уступила место у окна Ани. Это девочка из Волгограда, с которой меня посадили рядом в автобусе. Она могла спать в любых условиях, так как могла опираться на окно, в отличие от меня. Ведь при каждом постороннем звуке я просыпалась и долго не могла уснуть. Мы с её бабушкой вышли прогуляться, посетили WS за 50 центов. Причём валюта принималась любая. Хоть в долларах, хоть в евро. А можно было оплатить посещение белорусскими зайчиками. Вот там-то я и избавилась от части своих белорусских запасов. Я с детства копила различные денежки. И в какую-то из командировок отец привёз мне белорусские зайчики, которые я на всякий случай взяла с собой в ту поездку. Сходили в магазинчик растаможенных товаров. Люди говорят, что цены в таких магазинчиках дешевле. Но это не так. За такую же цену всё, что там продаётся, духи, косметика, кофе, чай, конфеты, шоколад, можно купить и не выезжая из своего города. Поспать на таможне удавалось урывками, так как меня постоянно будил двигатель нашего автобуса. Который начинал работать, когда впереди стоящий автобус отправлялся от польской границы в своё счастливое путешествие. Я с завистью смотрела на легковые автомобили, которые проезжали рядом с нами по отдельной трассе. И хотя их было много, они быстро проходили фейс-контроль и досмотр автомобиля. Мы выходили на улицу пить кофе. Видно было, как шёл пар от наших чашек. Так что хоть в чём-то и нам позавидовали эти автомобилисты. Водители нашего автобуса никогда не отказывали нам в удовольствии получить кипяток, когда мы об этом просили. Когда подошла наша очередь, я сладко задремала, но вот невезение. Нас опять разбудили. Включили свет и сказали, что сейчас придут таможенники, чтобы мы приготовили паспорта. Вели себя спокойно, вежливо и культурно. И не улыбались ни по какому поводу. Этих польских господ мы ждали ещё где-то полчаса. Когда они соизволили прийти, Аня уже уснула. А я мысленно долго ругала всех и вся за то, что разбудили раньше времени, а ведь так хорошо заснула. Уже успели снова выключить свет, но заснуть заново я уже не пыталась. Знала, что эта попытка провалится с таким же треском минут через пять. Но я ошиблась, таможенники подняли нас через 20 минут после моих размышлений о сне. Наконец начали проверять паспорта. Работали два человека, они подходили к каждому, брали его паспорт и долго впирались в наши лица. Пытаясь понять, ты ли тот человек, что изображён на картинке в этой маленькой красной книжечке. Паспорта они забрали, чтобы поставить штампики о въезде на территорию Польши. Когда они ушли, автобус вновь погрузился в сон. Но долго ему спать не пришлось. Вызвали пять человек для полного фейс-контроля. Видно, их лица в паспорте не понравились начальству. Что и как там было, я не знаю. Меня там, слава богу, не было. Но только ребята вернулись уже минут через пять и сказали, что всё в порядке. Мы проехали немного вперёд, чтобы к таможенному пункту подъехал следующий автобус. Теперь мы стояли, ждали, когда нам выдадут эти паспорта обратно. В итоге в шесть часов утра мы получили, наконец-таки, свои паспорта, в которых ярко красовался от слова «красный» штамп «транзитная виза». С таким коротким, но ёмким словом «брест». Нас выпустили с границы, и мы налегке и с большой радостью отправились дальше. Мы поняли, что нам крупно повезло с прохождением польской границы после того, как нас с этим поздравил наш гиб. И прибавил, что это было очень быстро по сравнению с предыдущими разами, когда он ездил в Европу. Позже русские, которых мы встречали на своём пути в Европе, долго удивлялись, как же мы так быстро за шесть часов прошли польскую таможню. Кого-то держали десять часов, кого-то тринадцать, да ещё днём. А ведь на самом таможенном пункте из автобуса выходить нельзя. Так и сидели они в раскалённом автобусе, изнемогая от тесноты и однообразия. В Польше время меняется на два часа от московского, поэтому, когда мы въехали в Польшу, водители перевели часы с шести на четыре часа утра. Теперь удалось немного поспать, а точнее два часа, так как в шесть утра мы уже сделали первую остановку около магазина под странным названием «Склеп». Так в Польше называется обычный продуктовый магазин, запечатлеть который я поспешила на свой фотоаппарат. Вот так выглядел этот магазин. Цены в этой стране измеряются злотами. Так называются польские деньги. Четыре злоты равнялось тогда одному евро. Далее пришлось простоять на трассе около часа, так как впереди была авария. В бензовоз врезалась легковушка, и он улетел в кювет. И пока его не вытащили, трасса была парализована в обе стороны. Но вскоре мы поехали, и пробка рассосалась потихонечку. Наш гид рассказал нам немного о Польше и такую забавную байку, как надо обращаться к полякам с приставкой «Пан» для мужчины или «Пани» для женщины. И если у нас, у русских, обращаться на «вы» к незнакомому человеку – это признак вежливости и культуры, то у них с точностью да наоборот. Они не любят, когда говорят «Пан, вы не могли бы мне помочь?» Они могут пошутить, так повернуться, посмотреть назад, ища глазами еще кого-нибудь сзади, к кому вы обращаетесь. Ведь «вы» – это много людей. И скажут «они», указывая на других людей, «не знаю, а я помогу». В общем, нас научили, как правильно общаться с поляками. Говоришь «Пан» или «Пани» и прибавляешь его имя, которое написано у него на бейджике. А дальше все, как у русских, уже очень хорошо знакомых людей на «ты». В 10 часов утра мы завтракали в придорожном кафе. Гид сказал, что в Польше очень вкусная еда, поэтому выстроилась большая очередь, пока мы с Аней ходили в туалет. Мы отказались от завтрака, о чем я не пожалела, попробовав еду в этом кафе на обратном пути. Мы пошли по магазинчикам, которые пристроились рядом с кафе, но ничего интересного там не нашли, а только вызвали злость продавцов-поляков, которым пришлось зорко следить за тем, чтобы мы ничего не украли. Видимо, мы выглядели подозрительно. Наш автобус двинулся дальше. По нашей просьбе нам включили видеофильм, и мы были спокойными 2 часа. Далее все по расписанию. Остановка, еда, сон. Проезжая по Варшаве, столице Польши, мы изучали ее культуру и традиции из окна автобуса. Мне удалось сделать несколько кадров на свой фотоаппарат. В принципе, Польша такая же, как и Россия. Много этажки, большие широкие дороги. В общем, все как у нас. Однако, проезжая бескрайние просторы, кое-где в полях виднелись хутора. И вот там мне понравились их белоснежные домики, а также выяснилось, что поляки, католики, поклоняющиеся Деве Марии, каждый выходной ходят в храмы на проповеди. Поэтому этих архитектурных сооружений в Варшаве и пригородах хоть пруд пруди. А маленькие витрины, в которых свято покоятся статуэтки с изображением Девы Марии, натыканы на каждом километре. Мы не успевали их разглядывать. Все разные. Ночью, когда Варшава спит, в этих витринках включается подсветка и облик Богородицы оберегает спящих граждан от ненастей. В 21 час мы приехали в город Сгожелец, где располагался наш первый пункт ночлега в виде трехзвездочного отеля, который назывался Под Орлом. Мы обосновались в номерах и пошли на улицу в поисках кафе, ресторанов. В общем, мы искали какой-нибудь общий пит. Но на улице было подозрительно тихо. Нет, ничего не случилось в этом городе. Просто жители в Польше спать ложатся по нашим меркам очень рано. Где это видано, чтобы у нас в России летом в 22 часа были закрыты не только все кафе, бары и даже магазины, но и людей, гуляющих по городу, наслаждающихся вечерней прохладой, после знойного дня не было видно. А у них не было. В общем, пройдя несколько улиц и не найдя ни одного пункта питания открытого, мы вернулись в отель и пошли в свой ресторан. Только после того, как я съела, давясь от отвращения салата с арти, который я заказала, заплатив за него полторы злоты, то есть 50 евроцентов, 15 рублей на тот момент, я поняла, что лучше бы я пропустила этот ужин. Еда, к слову сказать, в Польше не такая, как у нас в России. Во-первых, овощи, которые выращиваются в этой стране, имеют свой специфический вкус, к которому я не привыкла. Во-вторых, мне показались они недоваренными, а может, это своеобразная польская кухня. А в-третьих, я заметила странную особенность поваров. Они или не посолят пищу вовсе, или пересолят от души. В общем, приняв ванну, я легла спать и, проснувшись утром, мы спустились в тот же ресторан завтракать. На завтрак были поданы чай, кофе, яйцо, три кусочка колбасы и три кусочка нарезанных помидор, хлеб и сдобные булочки, к которым приложили по пакетику джема 20 грамм. В общем, как в годы войны, на развес. По завтракам мы сели в наш родной автобус и вскоре мы уже были на границе с Германией. Вот такой вот запомнилась мне эта страна. Была я в 2003 году единственный раз там, и то проездом, и слава богу. В принципе, больше не планирую поездок в Польшу. Пока на этом все. А не прощаюсь с вами, говорю до свидания, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok